Добрый вечер, в эфире ВИС Карачаева, Черкесия, в студии Руслан Жукаев. Сегодня в Доме правительства в режиме видеоконференции прошло заседание Президиума Правительственной Комиссии по региональному развитию под председательством вице-премьера Марата Хуснулина. В заседании принял участие глава Карачаева, Черкесии Рашид Темрезов, а также члены правительства региона. Были рассмотрены итоги ввода в эксплуатацию жилья, дорог по субъектам России. В рамках реализации государственных программ Марат Хуснулина отметил, что мобилизация всех ресурсов позволила добиться значительных результатов в сфере строительства и ЖКХ. Проделана большая работа, но впереди не менее серьезные задачи. Особое внимание уделил вопросу соблюдения новых норм, принятых за последнее время по сокращению инвестиционно-строительного цикла, что позволяет ускорить возведение важных для граждан объектов и упростить деятельность строительных организаций. В рамках рабочего визита в Ставропольский край играла глава Карачаева, Черкесии Рашид Темрезов вместе с губернатором Владимиром Владимировым посетил Ставропольское президентское кадетское училище. Рашид Темрезов подчеркнул, что в данном училище вот уже больше 10 лет обучаются кадеты со всех уголков России, в том числе и из Карачаева, Черкесии. Масштаб училища впечатляет, здесь продумано абсолютно все для максимально эффективного обучения и всестороннего развития учащихся. Компьютерные классы и лаборатории, инновационные оборудования и библиотека свободного доступа, зона досуга и творчества, а также современные тренажерные залы, бассейн и открытые спортивные площадки. Особое внимание уделяется предметам технического профиля, поэтому неудивительно, что большинство выпускников выбирают инженерно-технологические специальности при поступлении в военные вузы. Среди кадетов и дети участников СВО. Их отцы – пример мужества для каждого из участников для всей России. Сегодня день социального работника, уважаемых сотрудников и ветеранов органов социальной защиты населения с профессиональным праздником поздравляет глава Карачаева Черкесии Рашид Темрезов. Вы – представители благородной профессии, где главным качеством при приеме на работу являются доброта, чуткость и терпение. Этому невозможно научить. Лучшие человеческие качества – это ваша жизненная потребность. Вы – люди с большим сердцем, для которых помощь нуждающимся – это призвание. Порой вы единственные, кто дает надежду, уверенность, силы для преодоления испытаний. В этот праздничный день благодарим всех, кто по призванию или по доброте душевной помогает тем, кто нуждается в помощи. Особенно радует наша молодежь, которая объединилась в волонтерское движение и оказывает посильную помощь. Говорится в поздравлении. Благородный труд социальных работников трудно переоценить. Именно поэтому День социального работника прочно занял одно из самых заметных мест в календаре праздничных дат. Собравшихся в Доме правительства поздравили с их профессиональным праздником. Подробнее Дарья Тендит. Довольные улыбки, счастливые глаза подопечных – самая большая награда за труд. Скромно говорят они о своей работе. Социальные работники нашей республики ежедневно оказывают помощь тем, кто нуждается в их поддержке или находится в трудной жизненной ситуации. От имени главы Карачаева Черкесии Рашида Тимрезова присутствующих поздравила заместитель председателя правительства Ирина Гербекова. От себя лично она пожелала всем социальным работникам оставаться добрыми и чуткими, несмотря на трудности, крепкого здоровья, сил и терпения. Вы люди с большим сердцем, для которых помощь нуждающимся – это призвание. Порой вы единственные, кто дает надежду, уверенность, силы для преодоления испытаний. В этот праздничный день благодарим всех, кто по призванию или по доброте душевной помогает тем, кто нуждается в помощи. Пока среди нас есть такие люди, мы сильны перед любыми натисками. Профессию учителя выбирают сердцем, особенно тогда, когда речь идет о работе с особенными детьми. Таким ребятам гораздо труднее учиться. Каждому нужно подобрать личностный подход. Но если детей принимаешь и любишь, то проблем не возникает, поделилась Альвина Баташева. Она учитель коррекционного класса в республиканском детском доме-интернате «Забота» в поселке Московский. Сальвина принимала участие во всероссийском конкурсе в номинации «Открытие года». За 10 лет работы она разработала тактику прогрессивного обучения детей, благодаря которой повысилась успеваемость деток, поделилась Альвина Баташева. Выбранной своей профессии не жалею. Если бы у меня был еще раз выбор, я бы пошла именно по этой профессии. Работа с детьми очень интересна. Она не только в одном направлении, то, что я их приучаю к чему-то, обучаю, но также я учусь у них и милосердию, отзывчивости, доверии к людям. Принимать чужую боль, ухаживать за незнакомыми людьми может далеко не каждый. Елена Чекельдина посвятила этому благородному делу 5 лет. Ее работа – это оказание помощи, заботы, терпения и уважения. На обслуживании у Елены 9 человек – инвалиды и пожилые люди. Она привозит продукты, лекарства, помогает по хозяйству. Для каждого из них она стала близким человеком. С какими трудностями бы она ни сталкивалась, менять работу не собирается, рассказывает Елена. Всех социальных работников поздравляю с нашим профессиональным праздником. И дальше хочу пожелать, будем творить добро. В этот день за добросовестный труд социальные работники нашей республики были награждены почетными грамотами и благодарственными письмами. Это люди, которые посвятили себе самому доброму делу – работе с людьми, которым требуется помощь, внимание и забота. Дарья Тендит, Али Бастанов, Вести Карачаева, Черкесия. Сейчас прогноз погоды, а после мы продолжим выпуск. Не переключайтесь. В Карачаевой Черкесии преимущественно без осадков. Ветер восточный и 5-10 метров в секунду. Порывы будут до 11-14. Температура ночью 9-14, в горах до плюс 9, а днём 24-29 градусов тепла и местами до плюс 20. В Черкесске без существенных осадков. Ветер восточный и 5-10, порывы до 14. Температура ночью 12-14, днём 25-27, выше нуля. Дарья Тендит, Али Бастанов, Вести Карачаева, Черкесия. Всего подано 4247 заявок. Из них почти 4 тысячи уже заключили договоры, а по 3262 работы завершены. В Карачаевой Черкесии сформирован список потенциально подходящих под догозификацию социальных объектов, в которых вошли 12 учреждений здравоохранения и 8 объектов системы образования. Сегодня уже начаты работы по газификации четырёх образовательных учреждений. С начала этого года произведён отлов 80 бродячих собак, сообщают в Управлении ЖКХ Республиканской столицы. Бродячие животные доставляют множество неудобств жителям, особенно переживают за здоровье своих детей и родителей, которые не исключают случаи нападения собаки на ребёнка. Отлов и обработка бродячих животных производится раз в две недели или чаще в зависимости от ситуации, пояснил начальник управления ЖКХ города Черкеска Сергей Елисеев. Также он рассказал о том, какие меры принимаются ведомством для решения этой проблемы. В соответствии с 498 федеральным законом об ответственном отношении к животным, у нас заключен договор с подрядной организацией по отлову бесхозяйных животных, в соответствии с которым у нас производится отлов, стерилизация и вакцинация животных. После чего они возвращаются в соответствии с законом в места обитания. Естественно, мы их не отпускаем около садиков, школ, мест массового скопления людей. С начала года уже отловлено более 80 собак. Планы только продолжать работу в данном ключе. То есть это не разовое мероприятие. У нас постоянно заключен договор с этой организацией. Соответственно, регулярно они приезжают. Завершив учебу, молодые парни и девушки получили свидетельство об окончании музыкальной школы города Карачаевска. Волнительный для выпускников и преподавателей, и родителей день прошел торжественно исполнение различных музыкальных произведений на гитаре, гармонии и фортепиано на прощальном концерте выпускников слушала и Алла Динаева. Как и в первый день учебы в первом классе. И сегодня выпускники пришли с родителями, но уже повзрослевшие и готовые сыграть музыкальные произведения. Гостей и участников прощального концерта поприветствовала директор детской музыкальной школы Карачаевска Римма Ортабаева. В этом году учебу здесь завершили 13 детей. Один из них – ученик заслуженного работника культуры Александра Ячменцева Амир Гагуев. Для собравшихся он сыграл произведение «Кубинский танец». Распознать музыкальные способности ребенка и развивать их помогают преподаватели, вкладывая в них все свои знания. Выпускница музыкальной школы Анжела Урусова вспоминает, как впервые пришла сюда 6 лет назад к преподавателю Вере Ивановне Прокопович. В тот день я очень запомнился, я в тот день очень радовалась тому, что записалась на фортепиано. Я постоянно везде говорила, что я теперь играю, я теперь пианистка, я теперь долго проучусь, до конца проучусь и буду постоянно играть. И этот день настал. Она теперь действительно пианистка. И сегодня Анжела сыграла на фортепиано произведение поэма чешского композитора Фибиха. Шесть пианистов и семь народников в этом году выпустила музыкальная школа Крачевска. Известные произведения на различных инструментах играли в этот день выпускники. Я всегда хотела заниматься музыкой, мне всегда это все было интересно. И человеком, который меня сюда привел, была моя бабушка Мадина, за что я ей очень благодарна. Она осуществила мою детскую мечту. Без поддержки родителей наш труд не всегда может быть полноценным. Каким мы хотим это видеть. Вообще я желаю своим ученикам всегда, вот как они начинают с красным дипломом, так, чтобы по жизни они и продолжали. Я сегодня сыграла произведение «Юго-Осетинская» «Зилка». Мой преподаватель Мадина Гуфовна. Я очень благодарна ей за этот бесценный опыт. Так сбывалась моя, так скажем, мечта. У меня мама гармонистка. Она от природы гармонистка. Это Кипкеева Файрус Сулейменовна. И девочки пошли по ее стопам. Дети, которые были задействованы вот в этом концерте, небольшом, прощальном, это труд преподавателей, в первую очередь, во вторую детей и родителей. Спасибо всем. Сфотографировавшись на память, завершив один этап своей жизни, счастливые, но немного грустные, выпускники расходились по домам. Алла Динаева, Расул Бердиев, Вести, Карачаево-Черкесия, Карачевск. В Республиканской филармонии прошел концерт, организован для воспитанников детского реабилитационного центра «Феникс». Известные артисты Карачаева-Черкесии подарили частичку тепла, исполнив свои музыкальные композиции. На мероприятии побывал и наш корреспондент Алихан Лепшоков. Это первое праздничное мероприятие для наших маленьких воспитанников. И нам приятно, что дети получают удовольствие и также участвуют в данном концерте. За время существования детского реабилитационного центра «Феникс» мы стараемся оказывать помощь детям с такими диагнозами, как аутизм, задержка речи и психомоторного развития, отмечает руководитель данного центра, клинический психолог Марина Ижаева. Дети непременно социализируются в этом обществе. Другие дети, которые сегодня будут присутствовать, то есть нормотипичные дети, увидят, что есть такие дети, будут стремиться к тому, чтобы тоже выйти на сцену. Есть дети, которые просто стесняются читать стихотворения в школе. И для таких детей тоже это небольшой толчок. Известные артисты Карачаева-Черкесии радовали деток, исполняя свои музыкальные композиции. Также сами воспитанники детского реабилитационного центра «Феникс» прочитали стихи, посвященные Дню защиты детей. Дети из ладоши, солнышко сложили, чтобы непременно люди все дружили, чтобы это солнце для людей сияло, каждое огоньце в гости забегало. Это настоящий праздник для наших деток, где они могут проявить себя, и благодаря работе детского реабилитационного центра они чувствуют себя лучше, отмечают родители. Мы очень вовремя обратились, я рада, что вообще узнала за этот центр вовремя, что ребенку помогут, и для меня это очень важно. И сегодняшнее мероприятие тоже. Очень мне приятно, что Марина Назировна столько делает для детишек. Это очень важно для мамочки, такого особенного ребеночка. «Это первое подобное мероприятие для наших воспитанников, и мы надеемся, что и дальше будем активно приобщать их к общественной жизни», уверяют организаторы концерта. Алихан Лепшоков, Мухаммед Ашибоков, Вести, Карачаева, Черкесия. Это все вести на сегодня. Прямо сейчас смотрите продолжение фильма «Паромщица, долина мечты». Всего доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин